Здравствуйте! Новости спорта НТНВ в студии Айрат Шамилов. В этой минуте Рубин в рамках чемпионата российской премьер-лиги играет в гостях с Нижегородской Волгой. В Волжском дерби к этой минуте завершился первый тайм. Счет 1-0 в пользу хозяев. Счет на 14-й минуте открыл Харитонов. Тем временем казанцы наконец-то купили нападающего форварда испанской Малаги Соломон Рандон. Теперь будет выступать за казанский Рубин. Накануне игрок сборной Венесуэлы подписал с казанцами контракт, рассчитанный на 4 года. Ранее Рандон играл за венесуэльскую Арагуа и испанскую Лас-Пальмас и Малугу. В составе последний нападающий провел 60 матчей и забил 23 гола. Отметим, что еще этим летом футболистам интересовались английские элитные клубы. Цена на трансфер, по некоторым данным, 10 миллионов евро. Буквально за несколько минут до начала выпуска в копилке сборной России стало на одну золотую медаль больше. Гимнаст Калья Мустафина завоевала высшую медаль на разновысотных брусьях. За 6 дней до завершения главного летнего спортивного события планеты сборная России, не блещущая золотым отблеском медалей, усилиями Елена Исенбаева постарается взять высоту в медальном зачете. Пополнить копилку могут стрелки Хаджибеков и Соколов. Пока же разочарование. Известный борец Хасан Бароев проиграл в квалификации представителю Армении Юрию Патрикееву. Уроженец Кировской области перешел в стан за кавказской командой в 2004 году, после того, как вместо него в сборную России взяли именно Бароева. Правда, Хасан тогда смог оправдать надежды тренеров и выиграл золото. В Пекине он уже был вторым, а сейчас, даже несмотря на поражение, у Бароева есть шанс на бронзу. Для этого необходимо болеть за бывшего соотечественника и своего обидчика Юрия Патрикеева. Если он выйдет в финал, Бароеву предстоит выйти за схватку на третье место. Болельщики уже проводят аналогии. Снялся в рекламе, проиграл. Бароев продвигал мобильную связь, Аршавин чипсы, Овечкин бритву. Победы ушли от всех. Надеемся, что еще победы ждут наших олимпийцев. Пекин брали на очереди Лондон. Сегодня вечером татарстанские легкоатлетки, гульнарии Галкины Самитовой, Юлии Зариповой предстоит быть быстрее, выше и сильнее своих соперниц, бывших и нынешних хозяек Олимпиады, китаянок и англичанок. Днем россиянки вышли в финал, показав пятый и двенадцатый результат. В полночь по Москве олимпийская чемпионка Пекина и чемпионка мира начнут борьбу за лондонский пьедестал. Он вновь недосягаем. Самый быстрый человек планеты Усейн Болт. Вопреки законам логики, физики и жанра завоевал золотую олимпийскую медаль в 100 метровке. Это неизвестный легкоатлет в мире. Спринтерский забег стал одним из самых рейтинговых событий нынешней Олимпиады. Болт не оставил даже шанса своим преследователям, опередив своего соотечественника Блейка на целый корпус, что в спринке огромное отставание. 9 секунд 63 сотых – таков показатель Болта в чемпионском забеге. Ямайского спортсмена не хватило всего 6 сотых до того, чтобы побить свой же мировой рекорд. На этом наш выпуск завершен. Увидимся на ТНВ. Субтитры создавал DimaTorzok